Вынесли все самое ценное, погрузили в грузовики и продали. Свидетели по очередному делу в отношении Арестанбека Мухаммедиулы рассказали, как экс-министр культуры заставлял сотрудников отеля «Дипломат» участвовать в сбыте дорогой мебели. Подробностями сегодня во время судебного заседания поделился начальник службы безопасности фешенебельной гостиницы. До сих пор нет мебели. Вообще пусто в отеле. Мебель всю это вывезли. То, что было. Фурами вывезли. А кто вывезли? На собрание отдало распоряжение, сам посудим, что вот сейчас приедет завтра, сегодня приедет фур, что так же в Воспайо все эти готовились, люди работали, чтобы будут выносить там техническую службу. Когда это было? В спикинг выносили 20-й год. Когда моя одна смена была, мы в Воспайо, мы все вышли, в водитель контейнер закрывал, мы стояли рядом. Это старая мебель стояла или новая? Нет, она была отличная, хорошая мебель была. Она даже в некоторых моментах была упакована. Напомню, что этим летом экс-министра культуры уже приговорили к 8 годам лишения свободы, захищения бюджетных средств. Сейчас в суде рассматривают еще одно громкое дело в отношении Растамбека Мухаммедиулы. Его обвиняют в рейдерском захвате столичного отеля «Дипломат». Также ему вменяют в злоупотребление должностными полномочиями и организацию преступления. Накануне сотрудники гостиницы рассказывали о том, как бывший министр культуры устраивал дебоши, унижал и угрожал им. А сегодня, кроме эпизода о продаже премиальной мебели, бывший начальник охраны отеля рассказал, что видел лично, как Мухаммедиулы выгнал бывшего владельца гостиницы из его же отеля. При этом со вчерашнего дня обвиняемый с показаниями свидетелей не соглашается и призывает судью привлечь их к ответственности за ложные сведения. Уже мы который раз свидетельств спрашиваем. Кто-то что-то сказал, кто-то кому-то сказал. Огромную просьбу пускай предоставляют факты. Факты. Ваша честь. Мы второй день второго заседания видим же свидетельства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова